Итак, мы приехали в Софию, столицу Болгарии. Это единственный город-миллионник с населением 1,3 миллиона человек. Город расположен в долине и окружен горами. И это очень красиво. Своё современное название город получил в 1376 году в честь собора Святой Софии. Давайте вместе отправимся на прогулку по Декабрьской Софии. Вот отель Кристалл Палас. Отличный отель, тёплый, уютный, небольшой. Есть подземный паркинг. Прекрасное место в центре. Оригинальное архитектурное решение. Старинный сорнячок соединён с новостроем. Что замёрзло? Замёрзло. Добрый день. Как красивая ёлочка у нас с ваты. Я оливы снимаю. Наш номер. Халантинник, телевизор. И очень удобная пуховая кровать. Утром нам принесли в номер вот такой завтрак. Я его заказала по телефону. Сейчас мы всё это затестим. Мы в самом центре. Здесь вот у нас такой парк. Это наш отель, я думаю. Сьютс. Кафе. Ресторан. Зимняя канавка. В исполнении Софии. Военная академия. Русский культурный центр в Софии. Вот это всё культурный центр, похоже. Небо, друзья. Улица Шибко. Зима в Софии. Вот бессмертный полк Болгарии. Даже есть. Арт-кафе Пушкин. Шибко 34. Вот так снежно у нас в Софии. Вот и ёлки. Скоро Новый год. И тут продаются ёлки. Искусственные, правда. Но красивые. Как мы смотрим? Отлично. С друзьями. Я и олень. Красиво. Какая тут у них атмосферка. Классная. И заснеженные ёлки. В парке у нас памятники героям. А кого это памятник? Сейчас мы его осмотрим. Граф Игнатьев подписывался в Сан-Стефанский мирный договор. Наши корсички есть покойная. Спокойные такие мужики. Прекрасный парк. А здесь даже есть много-много снега. Вот рябина. Снегу. А вот здесь такие красивые кибаны. И снегу полно. Рустим по снегу. Вот такой атмосферный парк. Городина с постоянным видеонаблюдением. Так что тут всё хорошо. А вот мы посмотрим Мечку. А что это прямо? Это место гнездовья голубей. Вот такой вот памятничек. И тут фамилия. На каждом камне есть фамилия. Гудков, Тихонов. И здесь сидят голуби. Каждый фамилия и свой голубь. Не говори. Хорошо, что я тут у них так задумал. Этот район мне очень понравился в Софии. Мы тут никогда не были. Мы вообще в Софии были только один раз. Оказывается, памятник медицинским чинам, погибших в Турецкую войну. 1877-1878 год. И наверху написано «Города Плевна». Вот сейчас. Вот этот же памятник только с другой стороны. Тут, значит, Шибка и Пловдив ещё. Мальчик болгарский. Не то, что в Брюсселе. Тоже мальчик. Тоже написать может. Вот такой классный парк. И вообще очень красивое атмосферное место. Здесь вокруг посольство, консульство разных стран. Ну что, ты прибежала? Хочешь позировать? Давай. Вот так тут ярко, красиво. Такое покрытие чудное. На этой площадке. Солнышко, ёлочки. И всё отлично. В общем, мы вышли куда-то в центре гулять. По снегу. Тоже плюс пять. И там я вижу уже Собор Святой Софи. Просто он вот там. Народная библиотека. Кирилл и Методи. И это памятник им. Вот это здание с зелёными куполами. Не знаю что. Посмотрим потом. А вот такие самокаты везде. Все катаются, потом их бросают по дороге. Впереди Центральный собор Софийский Святого Александра Невского. И видим вот это жёлтое здание. И видим вот это жёлтое здание. Тоже красивое. Так вот. То, что можно посмотреть. Да, храм, похоже, закрыт. Всё всё ходит. Свидетельствует коронавирусом. Мы стоим около собора Святого Александра Невского. Никакие горы на горизонте снежные. Болгарская академия наук. Народное собрание. Тут так красиво кругом в парке. И сейчас мы посмотрим, что это такое. Софийский университет. Я уже вижу отсюда, но надо прочитать. Хорошо, чтобы не было тряски. Повредить надо. Да. Это народное собрание, да. Вот мы идём к Софийскому университету. Имени Климента Ахридского. Два умных человека на входе. На фасаде. А здесь вот метро реально. А вот отсюда смотри, какой красивый ракурс на этот собор. Мы идём себе и гуляем. Никому не пристаём. И ещё холодно, в общем. Но сегодня, конечно, было минус пять. Но сейчас уже плюс два. Ветера нет, мы идём. И всё нормально. Болгарские летецы. То есть лётчики, которые загинули 1912-1946 год за родину. Болгарские лётчики. Вот мы идём к Народному собранию. Опять уже с другой стороны. И тут мы видим конную статую, которую осмотрят прямо в Народное собрание. Но отсюда мы не видим, кто это. Тут написано о соединении, то праве, сила. Пусть царь освободитель стоит на той стороне. И всё. А, австрийское посольство пришло. Вот мы около итальянского посольства. Вот турецкие казармы в центре Софии. Останки турецкой казармы. 16 век. Да, дети тут рядом играют. Консервация, реставрация, памятника. Видосик. Красивые деревья рядом с турецкой казармой. Вот тут красивые кустики с ягодками. А Виктория это что? Это парк Виктория. Наверное. Ой, там столько людей. Что? Блашин, Вероник. Я тебе дам. Да ладно, врать-то. Ты что, я блох не вижу. Я вижу же, что это настоящий блох. Так сегодня четверг. Какие блохи? Четверг это блошиный рынок. Обратите внимание. Вот они там все. Блохо. Да. Только я знаю, что предлагаю. Давай мы... Муж уже понял свою ошибку. С блошиного рынка меня увезти невозможно. Прогулка затянется на час, два, а может быть и три. Хорошо, что был конец дня и продавцы сами спешили на выход. Тихо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Обычно я просто рассматриваю эти уникальные вещи, но в этот раз мне очень повезло. Я нашла красивое вазо, в которое я сразу влюбила си. А базата? Фин порцелан. Новая, разбира се. Но не чак толкова новая. Да. И колка струба? 50 лева. Вижте, те са цела серия. Те са цела серия, са правени и са уникат. Тут на английском. Ако читаете и разбирате, да. Значит, има такого. Аз сам виждал такого. Има такого. Доброе. Доброе. Да. Эту тарелку, да. Первый раз я увидела эту тарелку. Смотрите. Немецкий. Да. Это хорошая тоже, мне нравится. Пикасси. Это для ловной. Да. Это охота. Охота, да. У меня лиса сребряная. Ой, ну лису жалко. Да, да, да. Лису жалко, да. Я хотела фото снять. Подожди. Это сибирская. Да, да, да. А мне еще и такое нравится. Это шкатулка. Это шкатулка? Да, да. Ну, берите, она тяжелая. О, действительно нет. Как делают китайцы в ансамбле? Китайцы? Да, называются реплики Фаберже. А, ну понятно. А где Фаберже, где этого? Ну, реплики красивые, красивые, похоже. Царь Самуил. Его солдаты. И вот этот ансамбл, как грустный царь. Грустный царь. Вот про эту статью рассказывал. Царь Самуил. Мы замерзли и бежим мимо собора Святой Софии. История собора Святой Софии начинается с 6 века. Здание храма отличается сдержанным внешним видом и простотой. Собор венчает плоский купол. Фасад храма отделан красным кирпичом. Вот такие горы окружаются. Прощай зима. Прощай зима. Уезжаем в лето. Какие тут хорошие места. Красивенькие такие. Кафешки. Бодички. Красивые дома. Мама. Субтитры сделал DimaTorzok